Экономисты назвали семечками антироссийские санкции США, госдепа иртамент США официально подтвердил введение второго пайкета санкций против России по делу с Крипейлей. Кейк говорится в сообщении ведомств Эй, которое цитирует Риэй новости, санкции и вводится Зей, используя Фейнионервно-пайролитического вещества и новичок. Санкции вступят в силу 19-й вгуст Эй, после 15-ти дневного периода Эй уведомления Конгрессы, и будут действовать в течение Кейк минимум 12 месяцев. Они могут быть сняты, если РФ выполнит ряд условий, уточняет газета. РУ Второй пайкет санкций органичит для России нерублевое долговое финансирование эймюриканскими пайнками. При этом ПРА и вительство ШИВЕЙ определило, что в интересы ЭХАЭ национальной безопоясности необходимо вести чаистичные исключения в отношении органичений по кредитам и экспорту. Кроме того, ШИВЕЙ по отдельности продолжит ЭРА и сматривать в ЭТАИЧУ лицензии ЭНЭИ экспорт в РФ космической продукции, ЭНЭИ именований, которые относятся к безопоясности ГРА и Жданской авиации. В сообщении подчеркивается, что санкции могут органичить РФ доступ к миллиардам долларов, уточняют известие. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН выразил мнение о том, что лояльность Трампа к России позволила сделать ряд исключений из новых санкций США. Сказывается общая усталость от взаимной отчужденности. Более важно трамповское отношение к России, оно более-менее позитивное. И Трампу хочется его продемонстрировать. Если бы он не принял ряд этих исключений, Конгресс США начал бы действовать более жестко. Но участие банков США в кредитовании России и так минимальное. «Мне кажется, для России эти санкции – не очень чувствительные удары. Не думаю, что они сильно повлияют на нашу экономику», – отметил эксперт. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что американские экономические санкции в отношении России практически не влияют на отечественную экономику, в отличие от бюджетной политики Центробанка РФ и Министерства финансов. «Мне абсолютно очевидно, что все это для российской экономики принципиального значения не играет на фоне того вредительства, которым занимается Центробанк и Минфин, все это семечки». «Мне абсолютно очевидно, что все это для российской экономики».